В Череповце, городе Металлургов, сталь, она должна смотреться хорошо и соответствует облику города. Вот он, новый мост. Пока еще только на бумаге. Шесть полос в ширину, полтора километра в длину. Это сооружение станет транспортной артерией между двумя районами, Зареченским и Зашекснинским. Под прямым углом соединит створ улицы Архангельская с деревни Кабачино. О строительстве новой переправы череповцы задумывались еще давно. В прошлом году даже начали работу над проектом. Но 13-14 миллиардов оказались городу не по карману. ЧП на Октябрьском проспекте заставило городские власти вернуться к обсуждению вопроса. Причиной ЧП стал прорыв водовода на улице Ленинградской. Он произошел во время проведения ремонтных работ. В Зашекснинском районе затопило Октябрьский проспект. На мосту образовалась огромная пробка. Это ЧП еще раз наглядно показало. Второй мост просто необходим. Сейчас готовится техническое задание. Проектно-сметная документация должна быть готова до конца этого года. И мы должны заявиться в Минрегион на софинансирование строительства этого мостового сооружения. Новый проект почти в два раза дешевле предыдущего. Около 8 миллиардов рублей. И скромнее. На две полосы меньше. Плюс не будет трамвайных путей. Плата за проезд составит 25-30 рублей. Это связано с тем, что строительство моста будет производиться по так называемому концессионному договору. То есть 17% средств на реализацию проекта пойдет из федерального бюджета. 25% из областного. Остальные же деньги так называемым концессионерам, по сути дела, инвесторам придется брать в кредит у банков. А его в любом случае нужно будет отдавать. По прогнозам специалистов, второй мост через Шексну примет на себя 10-15% всего транспортного потока Череповца. Плюс транзитный транспорт. Строительство моста начнется в следующем году. Затянуться оно может надолго. К примеру, Октябрьский мост возводили 10 лет. Между тем, строители обещают справиться всего за три года. Для Череповца новый мост сейчас просто необходим, уверены череповчане. Меньше времени тратить на пробки, на дорогах. Очень много пробок через Октябрьский мост. И тем более из-за речи в 104-й добираться легче будет. Например, с этого 104-го микрорайона там бы рядом ехать, чем через весь город, чтобы приезжать.